вот есть сетевые есть гибридные есть аккумуляторные то есть сетевой понятно то есть у нас много-много лет они нафиг давали сейчас вот новая линейка есть их 4 пылесоса в линейке дальше есть гибридный пылесос который может работать и от сети 220 вольт и от двух аккумуляторов то есть вот 36 вольт можно использовать так можно так чтобы мощность но значит по мощности получается если он от аккумуляторов он немножко слабее сосет чем от сети но в принципе вот для каких-то кинотеатров там его очень не длится мент будет либо в каких-нибудь помещения можно конечно больше конечно вот это а ты характеристику того я буду для инструментов и здесь какие характеристики потоку даже с углей по мощности и всасывание по мощности и всасывание скажу можем включить посмотрите на рукости по цифрам это да по цифрам это это шланг это максимальный или больше диаметра можно подключать диаметр это заводской как то есть может быть длину есть как аксессуаре может быть длину понятно я про диаметр это зависит даже меньше а даже меньше а почему интересуетесь что всасывание чем больше диаметр тем меньше всасывающий расход это есть сечение на скорость меньше сопротивления может быть можно подключать разряжение меньше получается сила всасывания разряд ну зависит от того на что капилляр с одной и той же силой сосать через такую дырочку я подключаю фрезы на 27 шланге на 36 шланге 36 убирает намного чище чем на 27 почему потому что присёс вообще на 55 сила ну ладно не буду спорить нет нет фильтер чистый да это чистый да тут подключатель написано можно DOT 600W в принципе очень мощный длинный длинный шнур длинный шланг ну да примерно денег стоит извините для наших представителей технопрофиля это это 31 31 вот этот вот можно вот этот включить аккумуляторы наверное и вот аккумуляторы у нас достать длинные мешки в Маките многоразовые одноразовые но сейчас здесь стоит одноразовые я думаю что те мешки которые для жидкости они можно считать многоразовые а многоразовых мешков нет ну но лучше всего все равно использовать через циклон эффективность 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 ну все слабенько ну 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 да звук слабенький звук слабенький ну нормально надо пойти в углу ну все все хорошо ну здесь щетка классная очень хорошая насадка очень хорошая насадка ну вот от сети можно скорее я бы сказал что это вот когда я ездил на стажировку то там мы предлагали в бассейнах там одна розетка на целый бассейн вот идет уборщица она убирает допустим там такого-то где крутая шнура потом перекидывает аккумуляторы пошла дальше окей 450 рублей дешевле чем керхер цена адекватная ну да и не хуже по качеству а можно у нас какая цена вот этого вы бы сразу лучше посмотрели бы цены и вот ну потом я рассказывал про модельку которая ну так вы на бумажке написали и все спросили вы сразу сказали допустим взяли там шуруповерт очень очень а сколько вот такая нет ну пылесос стоит сам копейка у них еще сакция есть пылесосы очень дешевый вот например да копейки стоит и убирает очень тоже хорошо вот это еще используется даже просто даже женщина в кухне вместо совочка и веника гораздо удобнее иметь вот такой вот поставил в углу то есть получается у вас сейчас если покупаешь этот пылесос аккумулятор пылесос пылесос сейчас на 18 вольтов есть точный аналог это 10,8 у них как на 10,8 сейчас 18 вольтовый стоит порядка там 800 тысяч ну ну 18 с ощущением 18 вольтовый не на акции да это только на 10,8 вот эти два да вот смотри переходим чисто на аккумуляторные пылесос пылесос покажет это пылесос он идет стандартно не для уборки помещений или площадей он скорее идет для убир правильное слово подобрать ликвидации пыли при использовании строительственного инструмента то есть можно использовать насадки трубы на перфоратор и все остальное подключается вешается на плечо полез на лестницу или допустим шланг довольно длинный поставил рядом на пол запустил все работаешь чисто либо какие-то вентиляционные вот у нас показывали презентацию да вентиляции там чистят ну блин нифига себе вот есть две мощности другого покажи как он удобно вешается наверное да то есть получается и кажется что под принес он забирает воздух в двух сторон из боку и снизу для того чтобы это здесь пылесборник да мы еще говорим про засос воздуха либо забор снизу если вот так его размещать пылесборник спереди ну пылесборник это камешок в этом вот но это много раз бы его вычисли ну если кто-то пытался вытряхивать мелкую пыль то это отдельное удовольствие ну отдельное удовольствие Но лучше, чем пылесосить стены в свеже покрашенной комнате. Ну да, да, да. Неоспоримо. Висит довольно удобно через плечо, туда-сюда. Можно так, можно в другую сторону. То есть у тебя сейчас упирается в себя, либо вот так. Чувствую в том, что хорошо идет набор монтажников, который занимается и отделкой квартиры, и всем остальным. И убрать, чтобы очень удобно. Одноразовых пакетов нет к нему. Одноразовые? Да, одноразовые. Ну так собрал в пылесос, 7-й пакет выбросил. Не могу ответить на этот пылесос. Я не знаю. Ну это по аксессуарам, да. Я в конце тоже не знаю. Я думаю, что прорабатывается этот момент. Чисто выпрячивать. Я поинтересуюсь. На следующем презентации на нашей «Спросите» я даю. Вот. Следующий пылесос. Новинка. Наверное, диковинка, да? Ну, наверное, здесь уже была в технопрофиле. В технопрофиле уже была. Я имею в виду, как бы, нас и... Покупали. И, как бы, вообще весь клиниговый сектор. Хранится пылесос. Основное предназначение – это уборка труднодоступных местах. Дома, конечно, это эксклюзивный пылесос. Только, наверное, если кошка боится пылесоса. Ну, да, дома нет смысла. Дома нет, это только на стройке. Это не для дома, конечно. Это используют больше всего, почти все авиакомпании используют. Чистка в самолетах. Ну, кто-то использует в кинотеатрах, если кинотеатры поменьше. Вот, поэтому... Ну, и на стройке можно, я так понимаю? Или нет, все-таки? Ну, можно везде, но... На стройке – это... Понимаете, это объем пыли, смотря, что надо высосать. Если высосать, то надо очень много. На этой стройке, то, наверное... Не годится. Да. Возвращение вы... Видите, понимаете, управление есть. Вот, на... Абсолютно, руки свободные. Ну... Очень удобно. Да, как-то надо. Сейчас все хорошо. Мелочевки так не убрать. Это мелочь. Какая-то... Ну, это авиакомпания, вот, самолет. Вот, посмотрите, проход надо... Да. Инструменты его можно подключить или нет? Есть? Ну, почему нельзя? Ну, я так понимаю, высосало. Ну, в общем-то, его назначение, конечно, не совсем для инструмента, но... Скорее всего, на линии инструменты... Какое-то отстающее государство. Ну, шлифов, то, либо тоже с вернением. Не, ну, шлифов, то есть с вернением. Нет, ну, шлифов, то есть с вернением. А там какой фильтр стоит? Вот в этом процессе. А, ну, здесь тоже хип. Не, ну, понятно. Там, допустим, внутри... А вы так же, мы можем сейчас из него, да? Давайте откроем, посмотрим, вот, ради интереса. Он не очень большой. Объем, ну, дошел, и все так. Мешочек маленький. Да, мешочек. Фильтр и мешочек. Да. Ну, это для... Конечно, в воду, в воду... Ну, это для мелкогабаритного пыли, как говорится, такое. Ну, да. Ну, это не слизистый мешочек, в принципе. Для мелкой пыли, то. Я думаю, что он, если весь набьется, то уже будет трудно там им пылесосить. Да, он отключится на нем. Я знаю, мастера обычно из такого кистетки вышкова потрясают. Ну, ладно, я не знаю. Нагородного использования, однородного посуды. Ну, да. Дальше что? Дальше что? Дальше я могу тебе рассказать о нашем комплекте 18-вольтового инструмента. Сейчас линейка 18-вольтового инструмента насчитывает порядка 200 моделей, которые поддерживают один и тот же аккумулятор, либо пару из них. Начиная от шуруповерта, гайковерта, пилы, болгарки, торцовки, такие машины. Все на одних и тех же, даже перфораторах, которые, кстати, по своей мощности и силе не уступают ни на грамм сетевой модели. Так, поехали. Гайковерт. Новинка, да? Флагман. Флагман. Мощь и сила всех 18-вольтовых гайковертов. Тысяча ньютон-метров в момент закручивания достигается в течение трех секунд. Что он только не откручивал и не закручивал, к сожалению, показать не можно. Это очень много, это очень большая сила. Даже просто его в руке покрутить. Ну, это ничего, да. Это мощь. Чувствуется, да. И по сравнению с сетевой моделью, вы видели сетевой гайковер? Ну, он мощный, да. И он очень тяжелый. Ну, здесь в руке держишь, как бы, ну, все довольно нормально. По двумя руками. Это те, кто вот шпалы закручивает, гайки на рельсах, ну и так далее. Мосты вот эти собирают и так далее. Белорискали, для чего ты старый покупал ТВ-1000. Вот они сейчас вот эти, наверное, тоже бы стали покупать. Модельки на 280 и 190 ньютон-метров. Может, стоит покрутить что-то вот там? Может, конечно. На какую-то эту... Ну, себе! Комму колесо. Колесо, крути, собери! Давай, нет, подгоняйте. Я еще подкручиваю. Вы представляете, сейчас взять вот и прокрутить вот этот болт. Ну, да, ну что, руками, а что это? Да, это, представляете, сколько сил будет, и нужно, чтобы рукой закрутить вот такой вот болтик, как у нас тут лухарь называется. Представьте, сколько рукой выносите, а это... Ну что, будете крутить или нет? Давайте я попробую. Только, ну, сильно можно не жать. С усилением. Ну, в ту же дырку тоже не будет. А-а-а! Не, удобно. Не, 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 не чувствуешь. Не чувствуешь. Не чувствуешь даже это сало. В смысле, усилие такого. Хотя уже... Сам что уже... Горячий. 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 Ну, да. Ничего не нравится. Одной рукой держать. Да, с одной рукой можно. Я возьму. Не переворачивать ничего. Удобно. А в чем разница между этим и этим? 190 ньютон-метр. Вру. 190 ньютон-метр. 280 ньютон-метр. О-о-о. Это почти метр. Но. Ну, это чувствуется, когда уже в конце, то немножко захлебывается. Ну, да. Ну, вообще не хватает. Но. 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 Если мелкая, то это в класс. Ну, эти вещи хорошо для кровельщиков. Вот это профессиональный инструмент. Это что, потому что кто руками работает. Вот то, что мне нравится, что регулируется. Да, вот здесь тоже, да? Вот такой закрутил. Это 280. То есть это уже почти в полтора раза больше. Я тут в балку закрутил. Да. Да, вот эти... Ну. А такое кровь, оно вряд ли возьмет, наверное. Ну. Допустим, Бошевский. Ну, не поменьше, наверное. Угу. Не такие мощные. Ну, не знаю. Про Бош мы тут не рассказываем. Но. Ну, не знаю. скажите допустим легковые в автомобиле легковые болты на колесах раскручивать пригодятся открутишь на грузовом нет мне ну грузовая это понятное дело у нас все на легковых ездят на грузовую не ездишь они даже проезжают там километров в вечер они остановятся дотягивают своими у них там рычаги вот это я хочу 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 большой глухарь набор головок вот тоже макита ну просто мало кто знает аксессуары они хорошие они конечно по цене но и все отрабатывали они все отрабатывали ну да без комментариев но видно можно попробовать открутить самое хорошо что получается на руку не выдергывает вообще руку не уберу то есть даже одной рукой можно так что попробуем это импульсные шуруповерны это импульсные шуруповерны вот я так понимаю его можно и для гипсокартона и для дерева использовать то есть то есть регулируется все саморез с ударом без удара отдельно мы наверное этим закончим давайте в двух словах DTD 152 и 170 импульсные ударные шуруповерты момент закручивания значит 150 ну соответственно да 150 ньютон метров а этого 170 ньютон метров есть два режима T-MOD это для закручивания с самонарезающимися винтами профилисты закручивать вот эти вот из шестигранной шайбы есть AMOD но к сожалению ничего о нем не расскажу потому что сам еще не разобрался так поехали дальше AMOD если я не ошибаюсь это функция до закручивания мединного да то есть когда в гипсокартоне ты крутишь он тык 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 сейчас попробуем что оно из себя как бы покажет ну вот 152 моделька она попроще ну это щеточный двигатель да здесь 152 ну вот я и хотел что то сказать обычно если бесщеточный да пишет это B но здесь щеточный здесь бесщеточный здесь бесщеточный ну попробуем вот сейчас 152 закрутить саморезы ну просто разрывающая мощь за счет тройку биту надо ставить на этот шуруп а здесь тройка и стоит за три стоит нормально вот в общем в чем суть импульс отличается от ударной почему говорят ударный шуруповер на самом деле импульс потому что импульс он копит кинетическую энергию потенциальную а потом ударяет по бойку тем самым прокручивает шуруп за счет этого вот этот треск и получается ух попробуем сейчас попробуем сейчас это 170 модель вот что это за мод Это, насколько я помню, до закручивания. Да, он показывает, что сначала медленно, а потом быстрее. То есть, когда он чувствует, что он уже вошел на определенную глубину, потому что обычно, если сразу давать много оборотов, то либо этот шуруп соскочит, либо биты выскочит, еще что-то. Наверное, девушка хотят закрутить что-нибудь, нет? Ну давайте, не стесняйтесь. Подержать? Ой-ой-ой, стоп! Переключите. Теперь переключите. Горячее. Горячее. Нормально? Ну хорошо. Так, а вот тут ТМО проверим. Что за он? Ну, тут наверно наоборот. ТМО раскручивает. Как это показать? Как же это показать? На металле, конечно, было бы, но нет, к сожалению, у металла этих саморезов. ТМО быстро раскручивает, прорезает металл, а потом он дожимает медленно. На дереве не очень эффектно получается. И это все ударный импульсный шуруповерт. Вот эта модель идет как масляно-импульсный. То есть импульс масляной ваней. Нет этого жуткого хруста, шума и всего остального. Плюс еще сам вот этот механизм именно импульса, он, так как он в масле, он сохраняет свою... Оно будет намного тише. Если постоянно работать, конечно, однозначно. Вот так. А по мощности здесь вот это? А по мощности 140 ньютон-милля. Режимов здесь поменьше, чем там. Здесь нету А-режима. Но. А-режимы, которые сначала медленно, а потом быстро ускоряются. Вот. Это серия 18. Пару минут выделим 10-ти вольтовой серией. Вот это, конечно, не очень удобно, когда надо тянуть двумя руками. У Девольта, я знаю, что наоборот, ты оттягиваешь, а она же выпрыгивает. То есть это намного удобней. Потому что, когда работаешь на высоте, то приходится все бросать или в карманы засовывать. И потом, когда меняешь бит. Ну, это моделька дрель-шуруповерт. Значит, здесь две скорости. Значит, 20 режимов момента закручивания. Простенькая, 10-ти вольтовая версия. Песчёточный мотор. Самая короткая база, по-моему, именно у этой модели. Там 12 сантиметров. То есть труднодоступные места. Во-вторых, замена вот именно этих пальчиковых батарей, которые в продлинноватой форме были на батарейки бубневого типа слайдера. Что позволило? Играть с ёмкостью батареи, уменьшить ручку. Да и всё. А степень зажатия? В смысле степень зажатия? Ну, 20 ньютон-метров. Понимаешь, именно эта шкала и получается. Сейчас попробуем те же еще руки покроем. Вчера шушапки пришли. Всё? Ну, сработало. А режим сверления есть? Да. Есть, есть. Сработала защита. Ну, эти поставим 20 к 0. Ну, и всё. В принципе, конечно. Ну, это для лёгких работ. Это для гипсокартона, там, для обналитичку или там что-то ещё. Для очень лёгких работ. Нет, это не для гипсокартона. Ну, я знаю, но. Это не импульс на третью руку. Но. Вот импульс на. А, это. Вот импульс на. Вот этим другом мы. Ну, очень компактная вот эта вот вещь. Классно, да? То, что именно компактность. Ну, единственное, что уже 10,8. Сколько он стоит? Кто он? Чурповёрт. Теньки.